Добрый день дорогие подписчики и гости этого канала. Я рад приветствовать вас в этом видео, тему которого вы подсказали мне сами. Судя по ответам в вопросе, вас интересуют первые две темы. Однако многие все-таки так и не проголосовали или просто не знали про опрос. Но судя по комментариям подписчиков на канале, я делаю выводы, что вторая тема для вас все же более актуальна. Поэтому я продолжаю обозревать программы для создания игр. И сегодня у нас один замечательный такой представитель, который называется Marmoset Hexels. Я бы не отнес эту программу к разряду тех, которые можно запустить и сразу начать в ней что-то делать. Эта программа хоть и довольно-таки простая, здесь очень много разных интересных возможностей, которые стоит как бы понять глубже, прежде чем что-то начинать здесь такое классное делать. И вот за это видео я не успею здесь все это показать, а я покажу как бы самое основное, то что может заинтересовать именно вас. И при первом запуске у нас открывается вот такое окно, в котором мы можем выбрать, так сказать, стили, в которых мы будем рисовать. То есть по сути это такая вот сетка, и если в пикселярте она у нас вот такая вот квадратная, то преобразовав эту сетку, например, в такой вот вид, где вершин уже не 4, а например 6, или допустим 3, мы можем получать совершенно разные по стилю рисунки. Более того, мы можем выбрать функцию рандом, в которой эта сетка будет абсолютно рандомная. Нажимаю Create, и посмотрим, что у нас получилось. И он нам открыл сетку в виде обороного шума. А впрочем мы можем ее все равно переключить на любую из этих доступных сеток. И просто для примера сейчас здесь что-нибудь нарисую. Отключу сетку. Видим, что здесь у нас уже появилось какое-то свечение. Оно в принципе отключается, но пока можно порисовать и с ним, так симпатичнее. Далее, если я включу сетку, я смогу настроить как бы некоторые такие параметры. Или сделать это все рандомным образом. Также могу использовать уже готовые пресеты. Но сейчас я все-таки переключусь на пиксели. А навигация в программе тоже достаточно простая, как и в любом 2D редакторе. Удерживая пробел и левую кнопку мыши, я могу перемещать как бы холст, чтобы в нем лучше ориентироваться. А используя колесико, я могу только вращать, как бы вот этот ползунок опускать ниже-выше. Но если я буду удерживать Shift, то я смогу отдалять и приближать свой рисунок. Далее, удерживая Alt, можно отключить сетку и тем самым как раз выбрав пипетку. Наверное, чтобы случайно не выбрать цвет сетки. А кстати, цвет сетки настраивается вот в этом окошке. Собственно, цвет фона настраивается чуть-чуть выше. Однако, можно сделать его вообще прозрачным. Размеры рабочего поля можно настроить здесь, в строчке Size. Изменю его, например, на 32, на 32. Отлично. Что касается сетки, можно сделать ее очень тонкой, как она сейчас стоит, нажав Highline. Либо наоборот, достаточно такой вот плотной. Также можно сделать так, чтобы сетка отображалась только на нарисованных нами пикселях. Для этого мы нажимаем здесь. Также, наверх вынесены две очень удобные кнопки. Первая отключает-включает свечение. Вторая отключает-включает сетку. Далее, прозрачность сетки можно также изменять. И далее, уже у нас следует вкладка с эффектами. Включая мод полутонов, мы получаем что-то вот вроде такого. Зачем это нужно, вы поймете чуть позже. Но если вкратце, то, предположим, вот у нас два пикселя. Раз и два. А сейчас я нажал мышку всего лишь по одному разу. Нажму, например, на него еще один раз. И вот здесь прибавилась толщина. Если я буду удерживать, ничего не изменится. И даже если я буду вот так вот вводить, то тоже ничего не изменится. Но если я буду как бы вот так вот постепенно нажимать, то вот этот пиксель примет как бы вот такую полную форму. Далее, что касается эффектов, то отключая этот Half Tone Load, я вижу, что у меня здесь много пикселей, как бы такие вот непрозрачные. И, собственно, то, как здесь, то, как размер имеет здесь сам вот этот пиксель, пиксели, влияет на значение яркости, точнее, непрозрачности. Просто сейчас для примера покажу. Отлично, отключаю, и мы видим как бы вот такой вот градиент. И после этого мода как бы все, что я буду рисовать, будет иметь вот такую вот непрозрачность. Чтобы это исправить, здесь в ползунке Opacity я ставлю снова 100. И тогда все будет нормально. Далее. А если мне нужно все это выделить, я нажимаю Ctrl-A. И, например, чтобы удалить, я нажимаю Delete. Отлично. Также в программе есть слои. И чтобы его создать, нужно нажать вот этот плюсик. Я нарисую несколько пикселей на этом слое, просто чтобы как бы сохранить этот цвет. Смотрится он достаточно прикольно. И спрячу этот слой. Потом, когда мне будет нужно, я смогу его в любое время включить. Также у каждого слоя можно настраивать степень свечения и степень непрозрачности. Так, ну с самым страшным вроде разобрались. А единственное, что еще можно сказать про слои, а его, естественно, можно удалять. И если мне не нужно было его удалять, то я это действие отменяю с помощью Ctrl-Z. Впрочем, как и во всех графических редакторах. А также я могу сделать клон этого слоя, нажав иконку с двумя плюсиками. Отлично. А теперь ради интереса можно поиграть со сеткой. Включить классические хексели, триксели, враной режим, который мы уже включали. И кастомная сетка, которую мы сами здесь будем настраивать. К примеру, потяну вот за эту вершину и получу вот такую вот сетку. И теперь все, что я буду здесь рисовать, будет вот в таком вот виде. Если вы тут наделали какую-нибудь чухню, просто нажимаем Reset. А мы можем также сохранить наше творчество, нашу сеточку, либо наоборот ее загрузить. Также мы можем использовать уже готовые пресеты. А к слову, мы можем здесь изменять количество этих самых сторон. Вот, например, сделав здесь 24 стороной, мы получили вот такую вот сетку из кругов. Если, например, уменьшу здесь сетку до трех сторон, то, по сути, получится что-то вроде трикселей. А между этими, так сказать, узорами, можно сделать различные расстояния с помощью вот этого ползунка. Также то же самое можно делать и по вертикали. Ну и, наконец, можно сделать такой осет, как бы второй линии. То есть, если обратить здесь внимание на саму сетку, то некоторые линии остаются неподвижными, а через одну, наоборот, как бы двигаются. Используя функции тайлинга, вы можете изменять некоторые элементы узора. Например, некоторые колонки или строчки. А также можете отразить их как по горизонтали, так и по вертикали. Ну и, конечно же, вы можете их вращать. И тоже получать достаточно любопытные эффекты. Подобную сетку можно использовать для создания каких-нибудь спецэффектов. Ну что ж, вернемся к нашим пикселям и продолжим рассматривать программку. Только для начала из режима кастом я перейду в режим пикселей. Перейдем дальше во вкладку текстур. Здесь мы можем назначить несколько текстур, как бы тут такая палитра получается. Нажимаем add и выбираем любой png.jpg файл. На самом деле здесь форматы как бы могут быть любыми. Либо выбрать уже из библиотеки, так сказать, текстур. Ну, предположим, выберем что-нибудь вот такое. Нажимаем add. И у нас добавилась текстурка на второй вариант. Первый у нас просто как бы чистый пиксель. Второй уже пиксель с вот такой текстурой. Смотрится достаточно интересно. Также можно добавить еще несколько разных текстур. И самое интересное, некоторые из них можно заменить. Допустим, я не хочу, чтобы у меня были вот эти вот квадратики. Я нажимаю replace. И в качестве примера случайно выбрал логотип своего канала. В принципе, для примера сойдет. Но сейчас заменю его на что-нибудь поменьше. Например, на вот этот вот пиксельный кусочек. Который здесь, к сожалению, слишком сильно замылился. Однако, нажав кнопку, точнее поставить в галочку на show details, мы можем здесь эту текстуру слегка изменить. Например, я уменьшу scaling. Чтобы она не была такой размытой. И также могу изменить ее прозрачность. Также в этом окошке я могу настроить саму панораму изображения. Однако, здесь стоит учитывать то, что здесь действует альфа-канал. Так как у меня эти вещи темные, то есть они приближенные к черному цвету, то их здесь очень слабо видно. Если бы они были белыми, то их было бы видно так же хорошо, как вот эти вот пиксели. И чтобы в этом убедиться, стоит посмотреть на саму библиотеку текстуры, именно в самой программе. А теперь я нажимаю replace, и все становится на свои места. Разве что я здесь увеличу scaling. И поставлю rotation на ноль. По вкладке mapping можно настроить разные функции, но как бы вот этот global, он самый нормальный. Потому что включая, например, local, мы захватываем лишь определенную маленькую часть изображения, что для нас не очень нужно. Поставив он топ, то вся эта текстура будет как бы накладываться в полном размере на каждый пиксель, что тоже выглядит, мягко говоря, не очень. Поэтому global здесь самый оптимальный вариант. Вот так, удаляю этот слой. И снова клонирую свой первый маленький кубик. А теперь, что касается настроек свечения. Здесь также можно настроить это свечение и его радиус. А собственно сам cookie от вот этого света, он также настраивается, его здесь можно выбрать. Либо загрузить свой. Здесь еще есть галочка Evil Blend, которая скорее даже затемняет, а не осветляет. Для примера, создам новый слой, которым, предположим, таким вот желтым цветом, сделаю что-то вроде такого. Теперь на этом слое включу галочку Evil Blend. И все это свечение у нас как бы превращается вот в такое затенение. Думаю, для определенной стилистики это только на руку. К слову, здесь настраивается освещение вообще для всех объектов. Например, если я не хочу, чтобы у меня светилась вот эта желтая штука, я отключаю это уже здесь на слое. Вот так. Ну и следующая вкладка у нас превью. По сути, это тот же самый навигатор, что и в фотошопе. Возвращаемся к вкладке документа и попробуем здесь нарисовать что-нибудь. Предположим, возьмем какой-нибудь цвет. Допустим, цвет кожи. И у меня здесь сразу же появляется множество интересных вариаций, которые можно использовать. Это очень удобно, за что разработчикам вообще отдельное спасибо. Итак, беру вот этот кубик. Только сначала отключу текстуру. Просто нажимаю везде Delete, либо переключаюсь обратно на вот этот вот чистый пиксель. Это если... А в том случае, когда текстуры вам все еще нужны, и вы собираетесь с ними работать. Я не собираюсь, поэтому я их просто удаляю. Отлично. Сетку, пожалуй, оставлю все-таки, если кто-то захочет повторить, рисовать по клеточкам, то я думаю, вам это понадобится. И сделаю вот такой вот кубик. А чтобы стереть лишние пиксели, я нажимаю E, и у меня высвечивается вот этот ластик. Все отлично. Если я буду удерживать Shift, то у меня как бы линия привязывается к определенной оси. А заливка у нас на букву G, G, если быть точнее. И здесь уже будет точнее. То есть вот я уже веду линию в разные углы, но так как у меня зажать Shift, я только по определенной оси могу стирать, либо рисовать. Что еще любопытно, здесь есть такой инструмент, как Outline Paint. На букву O. По сути, он создает обводку. Я сейчас возьму какую-нибудь вот такую вариацию. и просто сделаю здесь обводку. То есть видно, как здесь вот такие вот штуки появились. И здесь, когда я нажал на одном месте, а сейчас я отдалю только, допустим, нажал здесь, и уже отпустив клавишу, у меня как бы такая вот линия строится. В принципе, довольно удобно, чтобы делать обводку, а правда я не знаю, зачем это нужно, так как в PixelArts вроде такого не припомню. Если вам уже нужно сбросить это выделение, просто нажимаем Escape. Далее, здесь также есть инструмент линии, который работает как обычная линия. И, естественно, ее размер можно увеличивать, а в этом ползунке Brush Size. Как, впрочем, и любой другой линии. Например, можно изменить толщину обводки. Если вам нужно что-то выделить, то выделение здесь на горячую клавишу S, либо вот эта иконка. Теперь я просто выделяю то, что мне нужно, и могу сразу либо это как-то переместить, либо удалить. Далее. А теперь, как я и говорил, тоже на Alt. Что касается руки, это как бы перемещение холста, о чем я говорил в начале, то есть просто удерживаем пробел. Ну и, собственно, лупа. Также можем либо здесь вот так увеличивать по кликам, либо удерживая Shift и колесико мыши. Ну и, естественно, такой вот аналог кроппинг тула из Photoshop. Делаем, как бы, такую рамку по пикселям, которую мы хотели бы оставить. Предположим, вот так. Если я нажму теперь Clear Frame, то ничего не произойдет. И если вы думаете, что я шучу, то я не шучу. Я реально не знаю, зачем нужна эта кнопка. Она ничего не делает. Поэтому, сколько бы я ни пытался, абсолютно ничего не происходило. Кстати, выделение можно также снять, только нажав кнопку Clear Frame. А клавишей Escape оно не снимется. Окей, что касается палитры цветов, мы можем здесь выбрать два цвета и менять их с помощью клавиши X. Либо нажимая на вот эту стрелочку. Кстати, размер кисти здесь также меняется в Brush Size. И если мы сейчас здесь нарисуем, то увидим, что здесь появляется свечение. А дело в том, что, как бы, у нас сам вот этот документ, он затайленный. Что позволит нам рисовать какие-нибудь повторяющиеся элементы. Но, если вам это не нужно, то просто убираем галочку Rapid Tile Label Canvas. Все. А как бы теперь он у нас не считается обешевным. Окей, возвращаюсь к ластику и использую свой метод рисования персонажей. Если вы еще про него не знаете, то посмотрите видео специально по этой теме. А, кстати, если вы хотите стереть ту обводку, которую делали, то здесь вместо Color надо включить Erase. Но теперь линия почему-то точно так же не строится. Поэтому приходится в каждом пикселе ее удалять отдельно. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, вот персонаж уже, в принципе, готов. Буквально за несколько минут. И мой вердикт касательно пикселярта. Рисовать пиксели в этой программе достаточно удобно. Но лично мне не хватало несколько функций. Например, выделив с помощью выделения область под кепкой, я хотел бы сделать ее темнее. Как, например, в Photoshop. Включил менюшку яркости и контрастности и сделал там яркость чуть меньше. Тем самым, сделав быстренько тень. А здесь же такой вот фигни нету. Что очень расстраивает. И... Также я здесь не нашел, к сожалению, режима наложения. Однако, если не учитывать эту маленькую неудобную мелочь, здесь есть еще кое-что очень удобное. А, например, работа с цветом. Нажимаем здесь в вкладку Polar и уже выбираем нужные нам цвета. Не просто в квадратике, как мы это делали вот здесь. Ну, у меня лично здесь как бы удобнее, поэтому мне нормально. А тем, кто уже привык работать с такими ползунками, я лично их вообще как-то не переношу даже. А вот им, наверное, это будет по душе. А, к слову, здесь также есть палитра. О ней стоит рассказать чуть-чуть отдельно. Сейчас у меня здесь есть цвета, но все эти цвета были заполнены автоматически. Именно с тех цветов, которые здесь есть на холсте. Потому что здесь стоит галочка Auto Fill. Сейчас я сделаю какой-нибудь новый цвет, предположим, вот такой. И этот цвет у меня добавился сразу вот в эту палитру. А чтобы этого не было, можно просто отключить галочку. И тогда, если я добавлю новые цвета, то здесь как бы ничего не добавляется. Данную палитру можно как сохранить, нажав Export, и сохранить специальный формат. А сейчас здесь такие вот эти, так сказать, иероглифы. Потому что было введено на русском. Если я сохраню на английском, все будет нормально. Далее, можно ее очистить, либо импортировать другую. Конкретно какой-нибудь цвет можно выбрать и, например, просто его удалить, нажав вот здесь. А сам фон для вот этой палитры можно выбрать другой. А для этого используется цвет бэкграунда. Сейчас он черный, поэтому вся эта палитра также черная. Если я здесь сделаю цвет фона какой-нибудь, ну, такой вот синеватый, то и здесь он тоже автоматически изменится. Однако черное меня устраивает больше. Также в этой программе можно делать анимацию. Нажимаем здесь на Timeline, и у нас открывается вот такое вот окошко, чем-то похожее даже на Photoshop. Давайте создадим здесь новый кадр. И вот у меня он здесь создался. Отлично. Между ними как бы так вот переключаемся. Здесь в секундах время отображается, сколько это идет. И также здесь можно создать новый ключевой кадр. Изменил здесь немного положение этого персонажа. Чуть-чуть опустил его на один пиксель. И добавлю еще один ключевой кадр, где я опущу ему голову. А чтобы воспроизвести анимацию, нажимаю, соответственно, вот эту кнопку, либо горячая клавиша P. Но сейчас она происходит как-то очень быстро. Либо у меня какая-то багованная версия Hexel. Потому что здесь происходят непонятные вещи с окном анимации. И чтобы нажать горячую клавишу, допустим, вот я нажимаю P, она нажимается, но ничего не происходит. Если я буду ее удерживать, то анимация проигрывается. Далее. Можно сделать лупинг. И тогда, если я ее буду удерживать, все равно как бы она вот остается на одном месте. Вот, не знаю, видимо, какой-то баг. Но с обычной кнопкой здесь как бы все работает нормально. Ну, в принципе, простая, даже очень примитивная анимация стояния этого солдатика. Но, опять же, это не самое интересное, что может эта программа. А больше всего она мне понравилась не за пиксели и не за анимацию уж точно. А зато, в каком стиле позволяет рисовать такая сетка, как в трикселе. А у меня тут сетка сразу сменилась на такую треугольную. А если включить ее, то можно заметить вот такие вот треугольники. По сути, это изометричный квадрат, который просто разделен на два треугольника. Кстати, вот так выглядит забавно этот персонаж в сетке под названием Вороной. И вот так вот кастомных. Но, тем не менее, я оставлю его в покое и создам новый документ сразу уже в трикселях. Итак, что же это такое? А пока отключу сетку, чтобы она не мазурила глаза. Возьму какой-нибудь цвет и положим тоже голубой, такой вот синеватый, который будет классно сочетаться с черным. И, значит, а здесь можно очень просто рисовать изометрию. Вот за это триксели вообще очень клевые. Конечно, это уже будет не пиксель арт, как бы, но, тем не менее, графика все равно будет получаться достаточно стильная и прикольная. Предположим, вот сделаем верхнюю часть, а возьмем цвет потемнее и сделаем уже вот такую вот толщину. Отлично, уже, по сути, какая-нибудь платформа. Но, идем, например, дальше, переходим уже вообще в темно-синий цвет и делаем ее более объемной. Теперь, используя те же самые цвета уже можно рисовать что-то вроде игрового уровня или хотя бы некоторых его элементов. Более того, о чем-то также следует упомянуть, а здесь у нас доступны различные режимы сетки. Предположим, я сейчас хочу сделать вот такой вот скос. Но с этой стороны он мне получится, а с этой ну вот вообще никак. Поэтому я здесь переключу на другой режим и сделаю нужный мне скос. А здесь можно переключаться, и сетка как бы уже об этом нам напоминает. Здесь пресетов достаточно немало, поэтому выбираем любой и все у нас будет отлично. А есть один очень классный художник, который как раз рисует в хекселях, использует кажется именно вот такую маленькую сетку, очень такую тонкую. А здесь можно как бы заметить, что довольно-таки много разделений в одном квадрате здесь получается. Вот. Зовут этого чувака Марк Найт и как бы его работы действительно очень прикольно сделаны. Ну и к тому же по этой программе у него достаточно много интересных видео и туториалов. Правда они на английском, но тем не менее. «Медлога» 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 и «Медлога»» «Медлога» «Медлога»», «Медлога»» «Медлога» «Медлога» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, вот такой вот простенький графон получился буквально минут за 5-7. И это просто как бы такая минимальная демонстрация самих возможностей. Если взять разрешение чуть больше и постараться посидеть подольше, можно получить достаточно клёвые картинки. В пример, опять же приведу работы Марка Кнайта. И здесь можно заметить, что всё достаточно, так сказать, детализировано и вообще смотрится очень даже неплохо. Поэтому если данная программа вас заинтересовала, обязательно её попробуйте. Я показал вам основные возможности этой программы, показал вам как к ней вообще что делать, разобрал по полочкам буквально каждую кнопку и теперь вы готовы. Более глубокому и детальному изучению этой программы. И теперь вам решать будете ли вы в ней что-либо делать, или подберёте для себя что-то более подходящее. Ну а с вами был Арталаски. Ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Ну и конечно же не забывайте заглянуть сюда завтра, ведь видео выходят абсолютно каждый день.